добрый день дорогие друзья с вами лента рарина это наша серия эфиров о сострадании и сегодня мы будем с вами следовать очередную тему наблюдать за тем как мы проявляемся в разных аспектах нашей жизни как это связано с состраданием и сегодня эфир я назвала сострадание как мировоззрение работаем психологом коучем тренером терапевтом жизнь даровала мне богатый арсенал возможностей в этом воплощении я обратила внимание что очень многое зависит от того какое у человека мировоззрение и о мировоззрениях можно проводить много эфиров и целые курсы но сегодня я бы хотела пройти с вами ни много ни мало а 40 важных жизненных аспектов которые определяют кто мы есть как мы живем какие выборы мы делаем заботимся мы о себе или мы считаем что забота о нас это забота о других и тогда в какой-то момент мы попадаем в какие-то непростые истории я приглашаю вас этим утром отсканировать и поисследовать ваше собственное мировоззрение пять минут назад я вернулась из поликлиники где сдавала анализ крови из вены и сейчас на этом эфире мы с вами буквально попробуем взять этот анализ рассмотреть какие-то маленькие вещи которые на самом деле являются большими характеристиками нашей жизни начать я хочу с того что одно из самых болезненных тем для людей сейчас является тема неопределенности мы не знаем какое у нас будет будущее мы не знаем когда закончится война мы не знаем как сложится жизнь у наших детей к чему и готовить вещи которые раньше были понятны сейчас стали неопределены по большому счету мы даже не знаем до конца кто из тех людей которых мы знаем с которыми мы дружим являются нашими настоящими друзьями надежными а на кого сложно положить то есть даже этот вопрос остается открытым и например в тибетской традиции есть такое очень важное слово которое называется неопределенность неопределенность а это у нас она называется неопределенность а там-то называется непостоянство и сегодня я бы хотела пригласить вас быть на этом эфире с внутренним ощущением непостоянства что я имею ввиду это тело все время меняется настроение внутри этого сердца все время меняется моя способность воспринимать других людей все время меняется мой возраст ежесекундно меняется состояние моих органов меняется мои отношения с другим человеком постоянно меняются есть люди которые говорят я знаю тебя я знаю себя я знаю этот мир я знаю как у меня складываются отношения с этим человеком уже давно знаком вот эта фраза я знаю это очень жесткая рамка внутри которой мы забираем себя и не способны развиваться и не способны проживать жизнь в той невероятной красоте и многообразие которая всегда присутствует ставьте в чат три плюса кто знает таких людей или может быть сам какое-то время в своей жизни был таким человеком я знаю своего ребенка я знаю своего партнера я знаю себя я знаю эту историю я знаю эти правила мне это все знакомо итак уровни жизни которые необходимо выучить мы немного поисследуем их а потом я снова скажу вам что 22 апреля начинается курс о сострадании уже более 60 человек подали заявки на этот курс это люди которые посещают наши эфиры и это здорово потому что как минимум два с половиной месяца обучения вы будете находиться в окружении людей которым не все равно как происходит с ними жизнь в этом мире это редкое пространство итак уровни жизни которые необходимо выучить первое самое важное в нашей жизни это близкие люди встаньте всегда ставьте всегда их на первое место они важнее работы они важнее хобби они важнее телефона цените их словно эти люди и есть вся ваша жизнь потому что так это и есть второе вещи собирают пыль время и деньги которые вы тратите на вещи однажды вас погубит чем меньше вещей вы имеете тем более вы свободны каждую покупку совершайте с умом помните что все что вы приобретаете поглощает вас третье жизненный опыт это одна из самых важных вещей мы все стремимся быть самостоятельными мудрыми уверенными в себе однако порой мы забываем о том что наша мудрость это опыт получит и в течение многих лет и ради такого опыта многие люди проходят через множество препятствий и по этой причине опыт старшего поколения очень важен для нас когда вы иногда смотрите черно-белые фильмы вы можете увидеть там гораздо больше чем в цветных и секрящихся картинах современности четвертое жизненно то и жизнь это то что есть сейчас мы всегда ждем невероятных вещей которые будут происходить в будущем но забываем о том что жизнь идет прямо сейчас научитесь жить настоящим моментом мировоззрение милосердие мировоззрение сострадание это когда вы сейчас счастливы от того что есть и не ждете другого страх это иллюзия большинство вещей которые мы боимся никогда не случаются шесть долги того не стоит тратьте деньги по своим возможностям и живите свободно потому что долги не позволят вам быть свободными даже если это очень маленький долг на уровне энергии вовсе не важно какой это долг любой долг как бетонная стена приковывает нас обездвиживает седьмой пункт ваши дети это не вы вы приводите детей в этот мир и заботитесь о них до тех пор пока они не могут сделать это сами и лучшее что вы можете дать вашим детям это научить их быть самостоятельными потому что каждый ребенок уникален и должен прожить свою жизнь а не реализовать ваши фантазии восемь дружба требует внимания оберегайте дружбу как декоративное растение дружба это что-то очень особенное что станет очень важным когда вы станете старше девять возраст это число когда вам 20 вы думаете что 50 это кошмар но когда вам 50 вы чувствуете что вам 30 наш возраст не должен определять наши отношения к жизни не дайте цифрам лишить вас настоящего десять позерства строят стены создание образа другого человека с целью впечатлить кого-то сыграет с вами злую шутку вы потеряете и друзей и себя одиннадцать физические упражнения это сила занятия спортом на постоянной основе должны стать частью вашего образа жизни это делает вас сильнее это лекарство принимайте его вовремя и правильно двенадцать обида причиняет боль отпустите ее другого правильного пути просто нет отпустите образ того той себя которого которую способна обидеть обида это выбор выберите счастье тринадцать страсть улучшает жизнь когда вы находите любое занятие от которого вы без ума каждый день становится подарком и если вы еще не нашли свое любимое занятие пробуйте каждый день ищите и однажды вы встретитесь четырнадцать путешествия дают опыт и расширяют сознание путешествия учат нас взаимодействовать с людьми с другими культурами с другими традициями в путешествии мы познаем то какие мы есть на самом деле пятнадцать вы не всегда правы мы думаем что знаем ответ на любой вопрос но это не так всегда есть кто то кто умнее а ваши ответы не всегда верны помните об этом и не сражайтесь до криков и охрипшего горла не доказывайте свою правоту выберите быть неправым но счастливым шестнадцать это пройдет что бы ни случилось в жизни помните о непостоянстве нет ни одной вещи которая не изменится все изменяется так было пока вас не было так происходит сейчас и так будет когда нас не станет и если мы будем смотреть на вещи с точки зрения непостоянства мы не будем тратить свою жизнь на лишние эмоции семнадцать вы определяете свое предназначение любая жизнь скучна без цели решите что важно для вас и строите жизнь вокруг этого и если у вас есть отвага выбрать цель которая выходит за предел этой жизни если вы можете мечтать о том что как бы невозможно то вы уже вышли за пределы человеческого восемнадцать зачастую риск это оправдано чтобы изменить свою жизнь приходится рисковать принятие обдуманных и рискованных решений помогает нам расти продолжайте испытывать себя будьте бдительны рискуйте разумно двадцать мысли нереальны ежедневно в голове пролетает тысяча мыслей многие из них негативные и пугающие не верьте вашим мыслям вы это не ваши мысли вы это не ваше тело вы это не ваши эмоции а кто же вы это удивительный вопрос в сердце с которым стоит просыпаться каждое утро двадцать один вы не можете контролировать других мы хотим чтобы окружающие люди вели себя так как хочется нам но реальность такова что мы не можем изменить других людей уважайте уникальность инаковость другого человека вы с другими только потому что они иные если бы все были такие как мы мы бы уже умерли со скуки двадцать два тело это храм у каждого из нас есть что то что мы не любим в своем теле но наше тело это единственное что принадлежит нам и то какое то время отнеситесь к телу с уважением это создаст вам особенное настроение двадцать три вы справитесь неважно какая ситуация возникла у вас реальность такова что вы можете с этим справиться вы пройдете сквозь это переживание и останется опыт вы сможете двадцать четыре благодарность делает человека счастливее причем не только тому кому адресована благодарность но и того кто говорит двадцать пять прислушивайтесь к интуиции ваше мнение важно но интуиция это суперсила она использует ваш опыт жизненную модель чтобы найти ответы на любые вопросы простите двадцать шесть честность к самому себе это свобода будьте честными самообман это слепота откройте глаза вещи стоят того чтобы рассмотреть их двадцать семь идеалы это скучно перфекционизм делают вашу жизнь бессмысленной будьте не идеальными будьте людьми двадцать восемь действуйте чтобы найти цель в жизни ваша цель стремится к вам но самые активные шаги для того чтобы эта встреча состоялась должны сделать вы двадцать девять маленькие вещи тоже важны все мы ждем больших побед и достижений забывая о том что они состоят из маленьких незаметных шагов которые мы часто обесцениваем не смейте обесценивать малое тридцать учитесь всегда если вы думаете что знаете хотя бы один процент всего что есть в нашем мире то это одно из самых ваших великих заблуждений и тут самое время сказать что 22 апреля можно прийти поучиться на курсы сострадательное сердце тридцать один беспокойство бессмысленно вам стоит беспокоиться только в том случае если это приведет вас к решению проблемы беспокойство отключает ваш мозг поэтому научитесь справляться с беспокойными ситуациями спокойно тридцать два исцеляйте свои раны не давайте ранам из своего прошлого сказываться на вашей настоящей жизни никогда не притворяйте что раны ничего не значит найдите поддержку найдите лекарства сделайте эту работу раны из прошлого никогда не дадут вам ощутить вкус настоящего поэтому исцеляйте свои раны тридцать три лучше то что проще жизнь полна сложностей обязательств простая жизнь дает пространство для радости постоянно размышляйте над тем как вы можете упростить свою жизнь делайте свою работу на отлично тридцать четыре если вы хотите добиться самоуважения надейтесь на себя и если уж делаете что то то делайте хорошо тридцать пять никогда не поздно поздно это лишь оправдание для того чтобы не пытаться пробовать снова и снова в любом возрасте в любом состоянии здоровье делать это то что позволяет нам быть людьми тридцать шесть действия исцеляют тоску любые действия это лекарство от беспокойства перестаньте думать сделайте хоть что-нибудь тридцать семь отпустите предрассудки не будьте привязаны к мнению и убеждениям общества слушайте свое сердце делайте то куда приглашает вас ваша внутренняя энергия не бойтесь отличаться от толпы тридцать восемь слова имеют значение думайте прежде чем говорите не нужно использовать слова чтобы обидеть когда вы это сделаете дороги назад уже не будет тридцать девять живите каждым днем и когда вам будет 90 сколько дней у вас останется никто не знает живите и цените сегодня это настоящее сорок любовь это ответ на любой вопрос любовь это то почему мы здесь это сила которая движет миром делитесь ею и выражайте ее каждый день используйте эту возможность очень важно признать то что мы чувствуем и принимать все свои части и те которые нам очень нравятся и те которых мы стыдимся и может быть те которые мы не сильно хотим кому-то показывать целостность это выбор предстать перед самим собой со всеми пазлами со всеми историями и часто мы думаем что люди хотят видеть нас рядом с собой исключительно успешными исключительно красивыми исключительно в хорошем настроении но большей частью люди хотят видеть рядом с собой добрых людей и если вы ощущаете что ваша способность быть добрым может быть еще больше это может быть полезно для ваших детей для ваших отношений для вас самих для вашей личной реализации добро пожаловать на сострадательное сердце это плацдарм где можно будет сделать с этим работу и в этом курсе есть два варианта участия вы можете выбрать для себя вариант просто слушать занятия вы можете выбрать вариант практиковать задавать вопросы и активно исследовать у вас есть возможность время и право воспользуйтесь ею сегодня мы говорили о мировоззрении сострадания разобрали 40 пунктов которые определяют наше отношение к жизни и то насколько там есть доброта напишите в комментариях какие пункты ближе всего вам может быть у вас есть какие-то уникальные пункты которых здесь не было и вы бы хотели этим поделиться спасибо за то что вы пришли сегодня спасибо всем кто принял решение продолжить обучение на курсе и у нас остался с вами один эфир он будет особенный он будет завтра как всегда в 9.30 по Киеву это все что я хотела вам сказать сегодня размышляйте вдохновляйтесь и позвольте себе допустить мысль что мир удивительный уже сейчас и что вы счастливы уже сейчас только нужно сделать немного работы чтобы рассмотреть того себя который счастлив в этом настоящем моменте немного убрать эту пелену и большое спасибо что вы делитесь этим эфиром и отмечаете в комментариях людей кому бы вы могли этот эфир рекомендовать с вами была Элена Тарарина до завтра уголковая это пространство с с это все Продолжение следует...